Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Этим вечером с вами Сергей Нигеревич и Маргарита Чубукова. В последнее время мы, к сожалению, наблюдаем отсутствие у молодежи интереса к классической музыке. Музыковеды, ученые, педагоги бьют тревогу. Выросло поколение людей, испытывающих дискомфорт при звуках классической музыки. Обусловлено это не только течением времени, но и тем, что в СМИ и шоу-бизнесе сейчас засилие низкопробного продукта. Музыка, музыка, которая всегда была праздником, сопровождала человека в особенные моменты его жизни, стала обыденностью и повседневностью. Причем зачастую, к сожалению, не в самом лучшем виде. А потому еще более приятно понимать, что среди нас есть люди настолько неравнодушные к музыкальному искусству, что решили организовать у нас в городе музыкальный форум, форум классической музыки. И сегодня мы их пригласили к нам. У нас в гостях директор государственного учреждения «Гомельские городские оркестры» Станислав Лукьяненко и главный дирижер Гомельского симфонического оркестра Мурата Суил. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно же, начнем с форума. Это первый форум классической музыки в Гомеле. Как вы пришли к идее проведения такого мероприятия в Гомеле? Вы знаете, дело в том, что я приехал в Гомель год назад, в октябре, провести первую программу. И, в принципе, я сразу убедился в том, что в Гомеле есть хорошие музыканты, есть ресурсы для того, чтобы сделать фестиваль классической музыки. Мы его назвали сейчас форумом, потому что в каждом крупном городе нашей страны есть фестивали классической музыки. В Минске это фестиваль Юрия Башмета и Владимира Спивакова. В Бресте каждый январь проводятся январские встречи, поэтому я считаю, что гомельская публика достойна того, чтобы один раз в год услышать несколько концертов, идущих подряд классической музыки. Действительно, довольно веские доводы и правильное, наверное, начинание. Да и, судя по всему, постарались вы тоже на славу. На афишах видим имена такие, вокалисты, артисты высокого уровня, лауреаты международных конкурсов со званиями, ведущие из Минска приглашены, да? На моей задаче, как художественного руководителя, изначально я поставил собрать самых лучших на данный момент белорусских музыкантов. Конечно, у меня не до конца это получилось, потому что некоторые находятся на гастролях, за границей, некоторые вплотную занимаются педагогической деятельностью, и у них, к сожалению, нет времени участвовать в таких мероприятиях. Но, тем не менее, у нас в проекте в этом году участвует и Игорь Оловников, народный артист, и заслуженный деятель культуры Владимир Кокушкин. Также к нам приезжают музыковед Наталья Ганул. У нас замечательные артисты, солисты. К нам приезжают замечательные музыканты, стипендиаты специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Это Михаил Радунский, велончелист, артистка Александра Иванова. У нас будет петь солист оперного театра Яна Шнелепа. Поэтому я считаю, что наш проект соберет как раз таких самых лучших музыкантов на данный момент. Скажите, вот форум посвящен 245-летию со дня рождения величайшего композитора Бетховена. Говорит ли это о том, что только его сочинение мы услышим на концертах? И вообще, что вы подготовили для гомельского слушателя? Вы знаете, программа будет достаточно интересной. Фигура Людвига ван Бетховена выбрана не случайно, потому что, во-первых, я очень люблю его музыку. Во-вторых, мне нравится его творчество тем, что оно очень разноплановое. Мы можем встретить как симфоническое творчество, так и фортепианные произведения, сочинения камерного плана. И поэтому я решил разграничить наши концерты в этом году. На открытии и закрытии у нас будет звучать сугубо музыка Людвига ван Бетховена. У нас прозвучит самая известная его симфония, пятая симфония на закрытии. Несколько частей симфонии мы сделали маленький сюрприз. Я не буду пока ничего говорить. Но это связано со смешением разных художественных стилей. В данном случае это музыка и танец. На открытии прозвучит его известная овертюра Эггмант. Целый концерт мы посвятили его фортепианным сонатам. Конечно, их 32 мы все не сможем, к сожалению, представить. Это нам нужно несколько дней для этого. Но мы зато представляем самых интересных для слушателей музыкантов. Во-первых, это Игорь Оловников, народный артист. И дальше за ним следуют выпускники разных консерваторий. Данная ситуация это представители Московской консерватории Андрея Иванова, выпускница Киевской консерватории Наталья Коротина, наша выпускница Белорусской государственной академии музыки Маргарита Трубкина. Но самое интересное то, что этот концерт будет вести заслуженный деятель культуры Владимир Кокушкин, под пристальным взором которого все пианисты в течение последних 50 лет проходили историю фортепианового искусства в Белорусской государственной академии музыки. То есть, по сути, он все поколение музыкантов воспитывалось у него, да? Да, мало того, наши педагоги учились у него. Ну, здорово. А, Мурат, чисто физически, где и как это и когда будет происходить? На каких площадках? Это же, я только понимаю, не один день, правильно? Начнется все 13 декабря. Это будет открытие в зале колледжа имени Соколовского. Второй концерт тоже будет проходить в колледже, как и концерт 16 числа. 15 числа мы играем в Белой гостиной Дворца Румянцевых Паскевичей. Это концерт камерной музыки с Михаилом Радунским и Александрой Ивановой. И заключительный концерт у нас будет проходить в театре. То есть, так в течение недели, да? Да, мы начинаем 13 числа воскресенья. И 17 числа, что самое интересное, это день рождения Людвига Ивана Бетховена. Мы играем его пятую симфонию в театре. Итак, значит, нас ожидает очень интересное событие. Пока оно не произошло. Возможно, форум привлечет побольше людей к классической музыке. Но сейчас предлагаю немножечко прерваться и посмотреть, как люди в Гомеле сейчас относятся к классической музыке. Ну или, по крайней мере, небольшая выборка людей. Наш корреспондент Юлия Борисовец вышла на улицы города и просто обратилась к людям напрямую с этим вопросом. Посмотрим. Не было никогда. Ни на симфоническом. Не было. Было давно, но отношусь очень положительно. Очень люблю. Я с удовольствием слушаю. Ну просто не всегда получается. Симфоническую музыку я люблю. Но последний раз живьем давно слушаю. У меня дочка музыкальную школу запрошила. Мне нравится музыка, конечно. Хорошо отношусь. Мне нравится музыка. Ну нормально тоже. Это ж музыка. И большая музыка. Ну я большинство людей не понимает. А если понять, Чайковского там, да я не буду называть имена их. Они все знаменитые символические музыки. Я считаю, что все развивать надо в стране. К музыке отношусь хорошо. Но симфонически, наверное, не та музыка, которая мне нравится. На концертах. Наверное, более современная музыка. Не было я на концерте. Какую люблю эстрадную музыку. Нас в Гомеле не было на классическом. Не помню. Я смотрел давным-давно «Пиковую даму». Ну какой-то третий состав Киевского театра. Там Татьяна была такая толстая, что меня это не восхитило. У меня муж музыкант. Симфоническая музыка – это, думаю, шедевр всего мира и всего искусства. Она передает и чувство, и любовь, и тревогу. И твое отношение к жизни. Я люблю шансон. Люблю белорусскую музыку в основном. Люблю все, что касается Беларуси. Музыку люблю совершенно разную. Слушаю тоже по вкусу, какая мне она нравится. Тоже группы нету, деленной. Я слушаю в основном зарубежную музыку. Мне нравится джаз, блюз, нравится рок. Поп-музыка качественная. То есть из русских исполнителей так не особо. Классику иногда слушаю, то есть мне нравится. Вы уже так. Хотите, чтобы я уже все тайны вам сказала? Мне нравится Дубай. Знаете, что Дубай. Им и молодежная нравится, и классическая нравится Дубай. Я сама имею среднее музыкальное образование. И вот эту культуру, которую уже дали в детстве, сейчас она очень много дает. Из-за окруженности нет времени ходить. Но при любой возможности стараюсь посещать. В частности, вот концертный зал из Соколовского. Там, когда бывает хорошее Шопена, я ходила, да. Это к жене. Я в музыке, как говорил Василий Иванович Чапоев, не Копенгаген. Классический Дубховен, конечно. А еще не все. Ну, камерный хор люблю слушать. В Дубхомельской филармонии очень хороший хор. Руководитель Елена Соколова. Замечательный. Когда транслирует, с удовольствием смотрю. Очень хорошо отношусь к музыке. Музыку люблю, песни люблю. Вообще, люблю музыку. Да, и симфоническую музыку люблю. Да. А вы? Я все музыку люблю. Я сам пою, поэтому все хорошо. Ну вот, такая ситуация на сегодняшний день. Будем надеяться, что форум поспособствует популяризации классической музыки среди гомельчан. И еще одна особенность форума, которую хотелось бы, вот, невозможно не обойти стороной, это образовательный аспект. Я, насколько знаю, запланированы мастер-классы, и причем на бесплатной основе. Так ли это? Абсолютно верно. С самого начала, когда я запланировал этот форум, я посчитал нужным вот этот образовательный аспект поставить, если не на первый план, то, по крайней мере, чтобы он сопутствовал. Я объясню, почему. Классическая музыка, конечно, сейчас занимает не самое высокое положение среди. Может быть, она немного уступает спорту, немного уступает танцу. И, может быть, не совсем с охотой иногда родители отдают своих детей в музыку, в музыкальные школы. В данной ситуации нам не нужно ехать в Минск для того, чтобы послушать. Минск приезжает к нам, и особенно это важно для студентов училища, которые через несколько лет, вполне возможно, станут студентами Академии музыки. Поэтому им нужен взгляд со стороны. И я считаю, что это неплохой задел для них и достаточная мотивация для того, чтобы заниматься. Позаниматься с хорошими солистами, которые объездили уже фактически весь мир. Олег Яцина-скрипач уже успел поиграть в нескольких оркестрах в разных уголках нашего земного шара. Это и Соединенные Штаты Америки, где он играл под управлением известного скрипача и дирижера Игуди Минухина. Также это и Франция, и Англия, и Израиль, Германия. Так что я считаю, что нашим молодым музыкантам будет очень полезно пообщаться с ними. И где эти встречи будут проходить? Эти встречи будут проходить тоже в рамках недели форума. Начиная с 14 числа по 17, каждое утро мы начинаем в 9 часов наши мастер-классы до обеда. И наши приглашенные участники, которые будут давать мастер-классы, сменяют друг друга. Конечно, приятно, что столько одаренных музыкантов посетят наш город. Хочу не без гордости подчеркнуть, что это белорусские музыканты. А что же о гомельчане? Будут ли они участвовать в форуме классической музыки? Да, у нас примет в открытии форума наш городской симфонический оркестр под управлением главного дирижера Асуэлла Мурада. И также будет и закрытие форума нашим симфоническим оркестром. Я думаю, что это будет интересная программа. Я не буду повторяться, она уже была, скажем так, озвучена главным дирижером. А чем вообще сейчас ныне живут городские оркестры? Это же не только симфонический оркестр, правильно? Да, у нас существует еще эстрадный духовой оркестр под управлением Валерия Кравца. Также на базе этих двух больших коллективов симфонического духа оркестра мы организовали вокально-инструментальный ансамбль «Хит-бэнд», где исполняется и джазово, и классическая музыка, и какие-то популярные произведения народные. Ну, в общем, это такой микс получается. И также на базе симфонического сделали ансамбль «Классик». Это камерный ансамбль. Там тоже в основном классическая, естественно, музыка, но очень разнообразная. Мурат, заговорили о симфоническом оркестре, интересно было бы затронуть персону дирижера. Вы сам из Минска, так? Да. В общем-то, высокообразованный музыкант, но что вас привлекло работать в Гомеле? Вы знаете, уже в прошлом году я начал приезжать сюда как приглашенный дирижер и проводить программы. Каждый месяц мы встречались с нашей публикой гомельской в стенах колледжа Соколовского. Но дело в том, что каждый оркестр должен вести постоянную работу, я считаю, что с постоянным дирижером. И я посчитал необходимым, так сказать, взять это дело в свои руки, потому что оркестр должен развиваться и должен развиваться систематически. Это как растение, за которым нужно ухаживать. Поэтому если меняются дирижеры достаточно часто, оркестр теряет навыки игры, все-таки нужно привыкнуть к одному человеку, но не достаточно сильное, чтобы потом, может быть, если... Придется отвыкать? Да, придется отвыкать. Да, чтобы... Просто у музыкантов должна быть постоянная работа, выстроенная, запланированная. И музыканты должны понимать, что они... Мы все работаем на благо искусства. И я считаю, что и музыканты, которые играют в нашем оркестре, они преследуют только одну задачу – привлечь как можно больше слушателей. Очень приятно, на самом деле, музыкантам, когда приходит публика и сидит полный зал. И получается, что мы не зря работали, и мы отдаем наше искусство, искусство великих композиторов и знакомим с ним нашу публику. Как, например, у нас на открытии мне было очень приятно, и музыкантам тоже, когда собрался полный зал в колледже искусства имени Соколовского, когда играл Игорь Владимирович Оловников. И я надеюсь, что на этом форуме будет публика и будут приходить слушатели, любители музыки, потому что музыка разнообразная, и должно быть все интересно. И мы очень готовимся и ждем. Мурат, вот я знаю, что кроме того, что вы возглавляете Гомельский симфонический оркестр, вы сотрудничаете с другими оркестрами, вы также аспирант, ведете научную деятельность. Вопрос, как вы все успеваете? Вы знаете, мне кажется, что музыкант проявляется только тогда, когда он занимается разными областями музыкального искусства. Прежде всего для меня научной деятельностью я всегда интересовался, еще со времен обучения в Минском государственном училище музыкальном. Поэтому, в принципе, это последняя ступенька нашего образования. И я целенаправленно к ней шел, потому что меня интересовали всегда аспекты музыкального образования, музыкального искусства и педагогики. Относительно оркестров других, я уже год сотрудничаю с заслуженным коллективом капеллой «Сонорус». И достаточно идет плодотворно наше сотрудничество. И вот, кстати, хочу отметить, что там замечательный молодой дирижер Александр Хумала. Это к разговору о том, что должен быть руководитель, который смотрит далеко вперед. И именно с Александром Павловичем Хумалой этот оркестр получил звание заслуженного коллектива. Также я сотрудничаю с симфоническим оркестром Брестского драматического театра, который возглавляет Александр Сосновский. Ну, мы с ними встречаемся пару раз в год. Не так часто, конечно, как я работаю с капеллой «Сонорус». Станислав, вы не ревнуете к такому обилию связей у этого молодого человека? Наоборот, мне кажется, хорошо. Человек не варится своей кашей, он развивается, он где-то учится, где-то какие-то находят интересные способы работы с оркестром у других дирижеров, у других коллективов. Ну, просто у каждого коллектива своя какая-то особенность. Он что-то перенимает, что-то им дает свое. То есть творческий процесс, он должен быть, и наш форум, в принципе, для этого и создан был. Для того, чтобы музыканты могли пообщаться, поделиться, обменяться опытом. Это живое общение, а для музыки это очень важно. А вот, судя по всему, главная единица у вас подобрана весьма удачно в оркестре. Как с остальными кадрами? Музыкантов хватает или нет? Такая проблема, конечно, существует. Музыкантов с каждым годом все меньше и меньше становится. И основная проблема, мне кажется, в оплате труда музыканта. Для того, чтобы вырастить музыканта, ну, хорошего музыканта, это 16 лет. Это музыкальная школа, училище. Долгий срок. Очень долгий, да. И каждый человек, сколько портрудитель, ждет чего-то достойного в своей оплате. А приходя на работу, он понимает, что не так уж сладко эта жизнь музыкальная. И, естественно, люди или уходят с музыки, в худшем случае, а в лучшем уезжают куда-то за рубеж. Вот представьте, сколько государства тратили того, чтобы выучить музыканта, вот, и потом он работает на другое государство. А, естественно, хотелось, чтобы он... Это обидно. Да, обидно. Чтобы он работал у нас в стране, вот, ездил, конечно, за рубеж, поделиться опытом и что-то перенять. Но в то же время возвращались к нам. Ну, значит, где-то на каком-то уровне неправильно расставлены приоритеты, наверное. Ну, хотелось бы, конечно, поддерживать, чтобы было со стороны государства именно культуры. Мурат, ну, а вот, говоря о музыкантах, с которыми вам приходится работать, с этим оркестром, в 2013, наверное, года руководил Валентин Кравцов, к сожалению, ныне покойный, потом был у него еще один руководитель. Вы сейчас пришли и занялись этим оркестром. Что можете сказать по поводу того, какое наследие досталось вам? Вы знаете, симфонический оркестр – это коллектив, который развивается, и он развивался с Валентином Давыдовичем с 1989 года. Я считаю, что мне досталось неплохое наследие, которое, конечно, требует постоянной отшлифовки, как и огранки, как алмазы, и нельзя ни в коем случае останавливаться, если ты делаешь что-то неправильно, то, в принципе, это сразу видно, это возвращается к тебе обратно. В виде того, что получается, что не совсем хорошо это играется, поэтому нужно быть очень скрупулезным и детально прорабатывать каждый аспект работы с оркестром и его развития. Конечно, у нас есть музыканты, которые способны играть сложные программы, и мы говорим о классической музыке в данной ситуации не как апелитарном искусстве, а как искусстве, которое мы несем в народ. И еще раз подчеркну, задача нашего мероприятия, нашего проекта состоит в том, чтобы привлечь людей, показать, что классическая музыка – это не что-то архисложное и сверхъестественное, это приятная на слух музыка. Да, пускай там не будет шоу, не будет яркого света из разных уголков сцены, тем не менее коллектив, больше 40 музыкантов собирается для того, чтобы воплотить задумку композитора и донести его мысли для людей. Ведь композиторы писали, конечно же, для публики, не для себя же. Возвращаясь к теме форума, вот за такое важное мероприятие вы взялись, а много ли единомышленников было у вас, много ли тех, кто поддержал морально, материально? Ну, скажем так, спонсоров немного, но, слава богу, наше руководство нас поддержало, то есть оно пошло навстречу, где-то советам помогло, где-то подсказало, как какие-то вопросы решить, то есть, скажем, город и область за проведение форума. Будем в дальнейшем думать, что и так и продолжится. Но они, наверное, пока приглядываются, да, хотят узнать, что это такое, как, и, может быть, в следующем году мы сильнее ощутим эту поддержку. Конечно, хочется, чтобы этот форум прошел на хорошем уровне, на достаточно высоком. Я надеюсь, что наша публика нам в этом поможет своим присутствием. И мне бы очень хотелось, чтобы мы каждый год собирались в одно и то же время, может быть, это будет начало декабря, и наслаждались классической музыкой. Здорово. Несмотря ни на что, все-таки вы взялись за организацию такого важного культурного мероприятия для города Гомеля, и будем надеяться, что оно пройдет с успехом и повторится неоднократно еще в будущем. Спасибо вам большое, что продвигаете такие великие вещи, и спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были директор государственного учреждения Гомельский городский оркестр Станислав Лукьяненко и главный дирижер Гомельского симфонического оркестра Мурата Суил. Спасибо. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». И снова добрый вечер, Гомель. В студии Сергей Негеревич. И Маргарита Чубукова. Сегодня мы ведем неспешный разговор о культуре. Вообще, Рид, насколько я знаю, в культурологии имеется более 500 определений, различных определений понятия культура. Поэтому разговор можно вести, наверное, бесконечно. Но лучше, наверное, все-таки выбирать какую-то конкретную тему. Да, и поэтому предыдущие полчаса мы говорили о классической музыке. Совершенно верно. Классическая музыка – это, безусловно, прекрасно и вечно. Но современный мир породил множество далеко не самых тривиальных альтернатив для молодежи. В молодежной среде ныне довольно популярен хип-хоп. Это тоже течение с многими ответвлениями. Одно из самых завораживающих – это, безусловно, брейк-данс. Сейчас вместе с нашим корреспондентом Верой Котляр мы немного погрузимся в мир этого удивительного танца. Посмотрим. Кажется, мы все знаем о брейк-дансе. В 90-е нулевые это танцевальное направление было, пожалуй, самым популярным в молодежной среде. Сегодня в Гомеле команда, которая профессионально танцует брейк, можно пересчитать по пальцам. Среди них команда с более чем 10-летней историей Wild Bees. Средний возраст бибоя, а именно так называют тех, кто танцует брейк, от 20 до 24 лет. Но те, кто любят этот стиль по-настоящему, остаются верны брейку долгие годы. Игорь Шахраев танцует Wild Bees с момента основания команды, с 2002 года. Он единственный из первоначального состава команды, кто остался верен брейк-дансу. Чуть позже в команду пришли Евгений Ракович и Ян Серебрянский. Днем они менеджер, маркетолог и автослесарь. Но каждый вечер они встречаются здесь, на танцполе. Здесь, говорят, важная часть их самих. Хотя такой ритм жизни поначалу в их семьях вызывал непонимание. Родители, да, все время говорили, зачем оно тебе, здоровье, только там травмы, все время приходишь, там то плечо болит, то колено синий, там постоянно что-то они там жаловались. Всегда пытались, чтобы я завязал с брейком больше на учебу, на легалку, когда там поступал, все. Но как бы это уже как попробовал, так уже не отпускает от брейка меня. Уже без брейка не могу себя представить. Для каждого из них брейк-данс – это не просто танец. Он давно стал стилем жизни, формой общения и собственной философии. Это танец, который вырабатывает у тебя определенный стиль жизни. Это… он заставляет тебя жить в определенном темпе, заставляет тебя принимать какие-то решения, которые ответственны. Ответственны, ты ответственны за себя, то есть ты занимаешься брейк-дансом, ты ответственны за свое тело, тебе нужно быть в постоянной форме. Соответственно, ты следишь за питанием, следишь за тем, чтобы быть в форме, да, ну стараешься не курить. Видеть выступления бибоев из Валдбист несложно. Они часто выступают на различных концертах, а еще стараются ездить на международные брейк-данс-фесты, на других посмотреть, вдохновиться и себя показать. Там собираются все лучшие бибои, смотришь, оцениваешь, как они танцуют в стилях, у высших смотришь стиль, на что они делают упор. То есть просто элементы нельзя украсть. Украл, все это будут видеть, и тебя не оценят. Нужно, ты грамотный бибои, он просто оценит стиль, стилистику. Мы учимся сами, друг другу подсказываем, смотрим какие-то видео и просто сочетаем вдохновение извне. Брейк-данс – это не просто экстремальный танец, для которого необходима хорошая физическая подготовка и выносливость. Он уникален, ведь может сочетать в себе элементы абсолютно разных направлений. Ты черпаешь из разных стилей, что-то, какое-то вдохновение приносишь, это все в брейк-данс. Брейкинг, он разношерстный. Например, куча примеров движений сальсы, то есть сальсорок есть движение в брейкинге, когда ты двигаешь тазом. Вот, примеров кучи скоплеера – это бразильский народный, как бы, национальный танец, который символизирует бой. То есть брейкинг – это же тоже бой, ты же баттлишь с другим танцором. Вот, это небольшие примеры. Даже из того же вальса, я думаю, эти же шаги перенести, там, на уровень пониже. Выступлением на сцене парни все чаще предпочитают просто тренировки, ведь, как признаются, они танцуют в первую очередь для себя. Что ж, бейбой и звалби своим собственным примером в очередной раз доказывают известную истину – танец – это жизнь. Спасибо, Верия. А тем временем у нас в гостях как раз-таки костя гомельской брейк-данс команды «Дикие пчелы» или «Уайлд Биз». Это руководитель Игорь Шахраев, а также Ян Серебрянский и Евгений Ракович. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребята, давайте начнем с того, как появился ваш коллектив, история его создания. Ну, команда у нас появилась давно, в 2002 году, то есть уже ей 13 лет. Но именно «Дикие пчелы» появились с слиянием двух команд гомельских, которые занимались в различных частях города. Вот. Команды, такие как «Даблспид» и «Ньюстайл» были. Объединились команды в «Дикие пчелы» для того, чтобы сейчас в каких-то баттлах большее количество было у нас людей. Соответственно, лучшая работа, более продуктивная деятельность у нас была за это. А вы говорите, слияние двух команд, а вообще много команд в Гомеле? Ну, в Гомеле на данный момент три команды, которые действующие. Это «Вайлд Биз», «Дикие пчелы» наша команда, «Скаймув» команда и «Лукраунд». То есть это три команды, которые представляют Гомельскую область на различных соревнованиях, фестивалях в Беларуси и за рубежом. С 2002 года, значит, да? Довольно давно существует коллектив. А вот название «Вайлд Биз», оно что-то означает? Как вы его подбирали? Может быть, это с чем-то связано конкретным или же просто надо было выбрать меткое название? Ну, на тот момент как раз была такая очень известная немецкая команда, как «Смокки Киллз». Она звучала, то есть примерно созвучно с нашим «Вайлд Биз», но мы хотели именно русское название, которое легко запоминалось для обычных людей. И мы решили использовать название «Пчелы», что-то из «Пчелы» интересное, ну и решили «Дикие пчелы», так как такое название легко запоминающееся. Вот сейчас вы уже гуру, можно сказать, ну, можно так сказать, пусть может быть на местном уровне, но вы сами уже преподаете, я так понимаю, да? Но вы-то начинали в те времена, когда у вас не было наставников. Как вы учились? Ну, тогда, когда я начинал, там, 2002 год, это было, либо кто-то учил каким-то движением, кто уже немножко раньше научился больше, либо у нас просто были какие-то видеокассеты с какими-то фестивалями, то есть это было очень-очень мало информации об этом. Нашли одну кассету, кто-то откуда-то привез, ее скопировали там на 10 экземпляров и пытались смотреть там у кого-то дома, был видеомонитофон. Вот. Либо мы просто искали, есть фильмы какие-то американские либо русские, где появился брэк-данс, вот эти кусочки мы… Элементы, да? Да, эти элементы мы изучали, ну и добавляли свой стиль. То есть такого плана. Ну, шишек много набили пока изучали ведь. Одно дело смотреть, другое дело практиковать. Ну, это да, да. Достаточно сложно научиться новым элементам, особенно если тебе не подсказывают все нюансы этого элемента и как бы как проще это сделать, это движение. А вообще вы, может быть, имеете какое-то хореографическое образование? Как вас вообще потянуло к такому виду танца? Нет, хореографическое образование у нас никто не имеет. Наверное, брэк-данси это единицы, кто имеет какое-то образование по хореографии. Ну, это вначале все начинают как спорт, то есть изучают сложные движения какие-то, а впоследствии это уже переходит уже как танец. На танец. В общем, если хочешь, то добьешься. Что на сегодняшний день из себя представляет ваша команда? То есть что это за коллектив? Какие вы имеете достижения уже? Чем можно похвастаться? Ну, нас как бы костяк, как вы сказали, три человека плюс подрастающее поколение. Некоторые уже закончили свою профессиональную танцевальную карьеру, но мы по-прежнему выступаем на баттлах, участвуем на фестивалях. Выигрывали как в соло-номинациях, так и в 2 на 2, 3 на 3 в командных номинациях от 8 человек, 5 человек. Я выигрывал соло-номинацию, Игорь выигрывал соло-номинацию неоднократно. Также представляем за рубежом нашу команду. Вот из недавних, например, фестивалей я побывал в Харькове на Брайкице, побывал в Чернигове. Мы все ездили в Чернигов, побывал также в Первомайске меня приглашали на фестиваль, как приглашенного участника. В планах поехать вот в Эстонию, 17 числа мы уезжаем на Battle of the East, будем представлять Беларусь, представлять Гомельщину на этом танцевальном событии. Ну и постоянное участие всегда подстегивает к тренировкам, всегда заставляет искать что-то новое в своем стиле, что-то, какие-то новые движения придумывать, которые до тебя никто не придумал, чтобы быть оригинальным, выделяться из толпы. То есть соревновательный момент присутствует даже на тренировках, ты хочешь быть, каждый день хочешь быть лучше, хочешь превзойти самого себя. Так что брейк-данс это танец, но подстегивающий тебя к развитию постоянному. Интересно, сейчас прозвучало новые элементы, а вы сами выдумали какие-нибудь новые движения? Конечно, у каждого есть свое какое-то оригинальное движение, которое в принципе основывается на каком-то базовом движении, например, или на движении из другого вида танца, но так как его исполняет конкретный танцор, никто больше его не исполняет. А вот мы говорили выше, что несколько гомельских команд, три прозвучало, вы между собой дружите или это все-таки вы воспринимаете как конкуренцию? Раньше это было не так уж просто и дружить, как бы было соревнования в основном между собой. Но сейчас как бы стараемся вместе держаться, дружить, тренируемся часто вместе. Но тем не менее, вот вы готовите программу, вы показываете какие-то элементы им или нет? Это все-таки держите в секрете? Ну если на какой-то батл, то да. В секрете все? Отдельно тренируемся, да. Бывает, вот вы участвовали когда в баттл ЗЕ в Минске, мы собирались вместе с командами и тренировались совместно, и что-то учили вместе, тренировались. Ну мы на баттл ЗЕ просто представляли гомельскую область, гомель, объединение команды SkyMove и наши Wild Beats. И соответственно мы вместе тренировались, делали объединенное шоу, кстати мы там заняли третье место по результатам шоу. И ну по баттлам, там еще по баттловой системе мы стали пятыми. Вот, а команда, которая выиграла сборная Минска, она кстати стала вторым, второе место заняла на чемпионате мира в Германии. Ну то есть да, уровень Беларуси достойный вообще. В Беларуси есть вице-чемпионы мира, да. Ну что ж, сделано уже немало, а много еще впереди, но раз вы здесь у нас в гостях, может несколько элементов покажете нам вживую? Да, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодцы, спасибо. Круто, правда? Всегда завораживает движение брейк-дансеров и всегда задумываешься, насколько человеческое тело может всего много делать, но люди почему-то зачастую не используют возможности тела на полную катушку. Скажите, а трудно ли вообще научиться танцевать брейку и главное потом оставаться би-боем, брейкером? Ну, вообще да, брейк-данс такой вид спорта, можно сказать, или вид танца, который требует от себя, чтобы мы себя поддерживали всегда в форме, держали. То есть это не просто тренировки танца, это еще и физическая подготовка всегда, фитнес, то есть для нас. И для того, чтобы оставаться в строю, можно сказать, би-боев, то надо все время поднимать свой уровень, что-то новое учиться. Все время оттачивать старые свои элементы, старые свои выходы. То есть, соответственно, нам тренироваться нужно достаточно часто, желательно каждый день, но не всегда получается. Мы тренируемся минимум 3-4 раза в неделю, по 2 часа. Скажите, вот есть музыка брейк-бит, есть танец брейк-данс. Только ли под эту музыку вы исполняете брейк-данс, или здесь не важно? Ну, на самом деле, брейк-бит это не совсем то понятие. Брейк-бит это больше и танцевальная техномузыка, она слишком быстрая для брейк-данса. А вообще, би-боинг основан на фанке, джазе, блюзе, роке, хип-хопе, всех музыкальных направлениях. Многие диджеи просто делают какие-то ремиксы, адаптированные под брейкинг, и это в основном ценится в музыке. То есть, вы уже интуитивно чувствуете, какая музыка вам подойдет? Конечно, ритм, в принципе, все знают, все тренируются несколько лет, там, под одну и ту же музыку, например, на тренировках, ну, или она меняется периодически. И когда ты выходишь на батл, очень много музыки для тебя уже знакомо, и ты уже понимаешь, что тебе показывать, ну, во время этой музыки. Как тебе это все раскладывать, как тебе построить свой выход, как тебе двигаться, что ты хочешь, какое настроение ты хочешь передать в эту музыку. Все, все настраивает. Музыка это основополагающее в танце. Ну, если вот откровенно говорить, замечаешь, когда смотришь на выступления бибоев, что не всегда попадают в ритм, там, те или иные парни, да, то есть, не так идеально, как в том же балете, допустим, или там, в других стилях танца. Ну, это и понятно, потому что физическая нагрузка, танец практически как акробатика, верно, такой. И у вас выступление тоже не просто, там, выступление, а у вас батл, там, против другой команды. То есть, какой-то элемент спорта в этом в любом случае присутствует. Как вы сами считаете, все же брейк-данс это больше искусство или это больше спорт? Ну, вообще, в баттле, когда каждый бибой, он танцует в музыку, но просто не все движения всегда в музыке, как правильно вы говорили. То есть, там есть определенные точки, на которые делается акцент. То есть, остановка движения, делается элемент в эту музыку, в эту остановку, либо в какой-то кусочек музыки делается. Есть какие-то правила определенные? Ну, правила, как такие, как, например, в олимпийских видах спорта нету, серьезных. Есть просто какие-то правила внутренние для бибоев, для внутренних танцев. Какие-то вешки, да, вот. Так, а вот по каким критериям победить в баттле? Ну, здесь каждый судья для себя сам определяет. Просто вообще брейк-данс это такой симбиоз спорта и танца. Это самый лучший тот, кто достигает центра в этом симбиозе. То есть, он имеет хорошо и сложные элементы физически, он крепок, и тот, кто танцует в музыку. То есть, очень слышит хорошо музыку и вот эти сложные элементы разложит по музыке. Вот это будет самый сильный. А вообще, для того, чтобы победить в брейк-дансе, в брейк-данс-баттле, нужно еще и судей убедить в том, что ты круче других. Потому что судьи — это люди, это человеческий фактор. Им бывает нравится одно, а ты танцует в другом стиле. И, соответственно, в своем стиле ты хорош, но для судьи ты не достаточно хорош. Вот поэтому как бы... А судьи несколько или один? По-разному бывает. Бывает от одного судьи, в зависимости от уровня баттла, до 10, 9, 11, в зависимости, насколько классный баттл. Например, в Америке очень часто практикуются такие крутые баттлы, как фристалл сэйшн. Там судьи 9-11 человек, чтобы наиболее беспристрастно было судейство. Ну, правильно. Я только что хотела сказать, все-таки это субъективный вид танца или спорта, как это назвать? Ну, да. Как фигурное катание, как прыжки в воду, как та же акробатика, да, все это. Интересно. Все-таки симбиоз. А вот пытается ли кто-нибудь на основе брейк-данса создать такое полновесное, законченное танцевальное композицию? Есть ли примеры такие вообще? Как мы уже сказали, мы участвовали в таком чемпионате, как Battle of the Year, точнее отбирались на чемпионат мира. Это чемпионат мира по версии, в которой вначале вы готовите шоу, танцевальное шоу, ну, естественно, преимущественно брейк-данс, брейк-данс-шоу. И судьи выбирают 6 лучших шоу. После этого только 6 команд, которые прошли по лучшим шоу, начинают баттлить между собой. Соответственно, от вас требуется артистизм, от вас требуется какая-то идея в этом шоу. От вас требуется помимо брейкинг-хореографии еще обыгрывать какие-то другие моменты, что-то показывать. Вот у нас, например, было шоу, когда мы показывали русскую свадьбу. То есть мы обыгрывали стол, обыгрывали пьяницу, ну, самого выпившего гостя, обыгрывали игру вокруг стульев, тамаду, в общем, все обыгрывали. У нас был жених, невеста с передеванием, все в костюме, ну, жених и невеста в свадебном костюме, а гости как бы все одинаково одеты, естественно. Потому что внешний вид, подготовка к шоу тоже очень влияет. Ну и мы готовились просто целенаправленно, собравшись с двумя командами, мы готовились, ну, где-то не меньше месяца к этому. Вот так вот. А вообще, вот с какого возраста рекомендуют заниматься брейк-дансом? Вот вам сколько лет? 20. Вам? 29. 25. Сколько лет вы занимаетесь вообще этим всем? Ну, я уже занимаюсь 12 лет. Я занимаюсь 6. Я 9. Вообще возраст неограничен, я бы сказал. Как бы вдохновение приходит в любом возрасте. Я многих ребят встречал, и маленьких, и взрослых, там. Ну, оптимально. Как вы вот считаете? Вот сейчас нас смотрят зрители, может кто-то думает, вот, может мне уже поздно туда, а кто-то не решается. Нету границ никаких. Никогда. Никогда не поздно. Желание, физическая подготовка нужна? Здесь двоякий момент. Если ты хочешь танцевать для души, для себя, или просто потому, что тебе это нравится, ты приходишь в любом возрасте и начинаешь заниматься. Если ты хочешь построить карьеру танцевальную, например, в брейкинге, если ты хочешь сделать себя сильным танцором и впоследствии, например, зарабатывать на этом, то желательно, это уже к родителям, отдавать ребенка с малого возраста. Потому что очень много примеров, когда дети в 7 лет вытворяют то, что не можем мы в свои 25. Хорошо, у нас в Гомеле есть такие студии, куда вот прийти, заниматься ребенку? Ну вот же, да, конечно. Наша команда тренирует, у нас есть своя школа, Wild Biz School на базе городского центра культуры. Также еще, в принципе, порядка 4-5 еще школ по брейк-дансу, которых мы знаем, которых мы, ребят, тренеров знаем, и мы знаем, что они хорошо будут тренировать. А вообще в любой сейчас танцевальной студии, где преподают различные виды танцев, там, фитнес, какой-нибудь еще что-то, преподают часто и брейк-данс, но там сейчас и всего в таких студиях тренируют ребята далекие от брейк-данса. То есть они либо танцуют другой вид совершенно танца, но просто что-то научились, и как их руководители им дают просто заработать на этом. Брейк, в переводе с английского ломать, крушить, да, разрушать. То есть, глядя на ваш танец, иногда действительно непонятно, как вы целыми после этого остаетесь, особенно элементы на голове, например. Насколько травмоопасен этот танец? Особо случаев не было. Иногда, когда уже ты в кураж войдешь, бывают и неплохие травмы. В основном у нас растяжение, травмы, ушибы небольшие. Так сказать, может, спутники по жизни у нас все это идет. Серьезные травмы редкость, потому что, как мы уже говорили, бибой готовит себя к сложностям. То есть мы готовим себя физически. Если ты не подготовлен к физическим, готовься к серьезным травмам. Если ты подготовил себя физически, то ты минимально риск опускаешься на самый низкий уровень. Ну, как переломов, лично у меня переломов не было. Я вот слышала, что есть разные виды брейк-дансов. Это как понимать? Нижний, верхний там. Раньше, да. В то время, когда, если грубо назвать, зарождался брейк-данс в нашем постсоветском пространстве, в Беларуси, в России, в Украине, все называли нижний брейк-данс и верхний брейк-данс. Но на самом деле брейкинг, он один, но разделяется на элементы. То есть это элементы топ-рока, это когда бибой танцует сверху. Элементы футворка, это все возможные дорожки, движение ногами, руками внизу. Power move, это кручение. То есть на голове, на спине, на руках, все вот это вот прыжки через руку. И фризы. Фризис, это когда вы останавливаете, замираете в каком-то положении на руках, на голове, при помощи еще спины, еще чего-то. Вот. Раньше это все делили на верхний, нижний брейк-данс, плюс такие виды танцев, как локинг, поппинг, электрик буги, это все тоже относили к верхнему брейк-дансу. Но все на самом деле довольно широко, это все отдельные виды танца. То есть сейчас как локинг, поппинг, существует отдельно уже от брейк-данса. Это отдельное соревнование, отдельный танец, то есть к брейк-дансу он в принципе отношения уже не имеет. Только косвенно, как хиппоп-культура. А вот у нас в Гомеле пару лет назад, может быть чуть больше, среди молодежи была очень популярная тектоника. Заметил, что как-то они пособирались, пособирались, да и исчезли. Вы что-нибудь слышали о том, куда они подевались? Ну, некоторые ребята до сих пор танцуют. Так как мы танцоры и все в принципе знакомы в танцевальных кругах гомельских, да и в круге страны. Некоторые ребята танцуют, соревнования проводятся все так же, просто не поймал волну этот вид танца. Не развился настолько, насколько развились остальные танцы здесь. А он к брейк-дансу имеет какое-то отношение? Нет, это ничего. А откуда он к нам пришел? Это клубный танец, пришел из Европы. То есть как бы разновидность клубного танца сделали так, что танцоры развивались, которые в клубе танцуют. Ну и решили что-то уже сделать, организование, то есть какие-то уже номера свои и вот такое направление как тиктоник появилось. Считается, что брейк-данс как бы с запада пришел к нам, в общем-то, как и вся хип-хоп культура. Но в то же время в русских народных даже танцах тоже есть элементы, да, какие-то брейка. Считаете ли вы, что это элементы брейка или как? Ну все, вообще брейк-данс такое направление танца, которое привлекает со всех направлений, не только танцы, а всех направлений жизни свои движения. То есть, например, многое берется из КПР движений, каких-то акробатических или просто танцевальных. Из руссконародных танцев берутся тоже движения. Например, есть такое движение брейк-данс, которое называется Russian. Оно как раз пользуется как русский народный танец, русского народного танца, только немножко переделанное. Вот. Может, и с обычной жизни человек идет, просто каким-то образом повернулся, там, человек танцор увидел или сам сделал такое движение, может добавить танец. И это используется. То есть брейк-данс такое направление танца, которое поглощает в себя все движения, адаптирует под себя и выдает на сцене. Здесь полет к творчеству не ограничен, да? Это и есть самый большой плюс брейк-данса. Развитие не ограничено. Что вижу, о том танцуем. Находится вдохновение во всем. У вас своя школа проек-данса, да? Вы уже не только научились сами, но можете даже и учить других. Насколько популярно сейчас у нас это? Приходят ли часто дети заниматься? И насколько легко вам это дается? То есть в плане организационном, с теми же учреждениями культуры договариваться, там, с чиновничеством проблем нету? Ну, обычно нет. Чиновники или какие-то руководители городских центров культуры, либо школы идут навстречу чаще всего. Во-первых, это развитие молодежной культуры, что у нас пропагандируется государством. То есть здоровой молодежной культуры. Плюс это еще и деньги для учреждений культуры. То есть школы по брейк-дансу не платные. Ой, не бесплатные, они платные. И, соответственно, получает городской центр культуры или какое-то учреждение деньги за это. Им это выгодно. А в плане организации, ну, если есть зал, то все просто, дается реклама в социальных сетях, если есть возможность, еще на баннерах каких-то, на остановках. И дети собираются, ну, порядка 10 человек в группе. То есть чаще всего так. Бывает больше, там, до 20. Но чем 10 до 20, это самое оптимальное, потому что можно с ними хоть что-то работать. Так как дети, они такие, они больше побаловаться в возрасте, к которому приводят. А приводят чаще всего от 8. Например, у меня в школе даже есть от 4 лет ребенок. Да, то есть как бы некоторые родители позиционируют направление их в школу по брейк-дансу как получение физической формы, координации. Нагрузки определенные, да? А последствия уже танец. Некоторые, наоборот, уже как танец, когда по взросле приходят, уже учатся именно танцевать. Меньше уже нагрузка у них. Они уже свои получили в каких-то других видах спорта, и уже физически они развиты. А вообще, как ведется отбор? Или вы берете всех желающих, а потом время расставлять все на свои места? Да, берем всех желающих. Последствия люди либо сами уходят, либо мы просто, если видим, что человек, он не то, что не одарен, одарены все к этому. То есть кого-то немножко быстрее получается, кого-то дольше, различные виды танца постигают. Некоторые быстрее начинают крутиться, но они танцуют, постигают танец медленнее. Ну или наоборот. А чаще всего сами уходят, это просто очень сложно. Все понимают, насколько это сложно, и потихоньку уходят. Или наоборот. Они сразу не понимают, что это сложно. Они приходят и ждут какого-то мгновенного результата. И когда они его, естественно, быстро не получают, перегорают и уходят. Расстраиваются и уходят. Ну чем стал брейкданс лично для вас, для каждого по жизни? Ну для меня брейкданс-то хобби больше уже сейчас. Это, так сказать, своеобразно отдушно от бытовой жизни, от обычной, от работы. То есть это место, где можно отдохнуть. Ну и плюс поддержка физической формы. Ну и, конечно, соревновательный эффект, который получаем от брейкданса, это еще и стимул просто в жизни. Для меня это путешествие. Мне очень нравятся путешествия, много где побывал. Общение. Очень много тоже знакомых. Всего много узнаю от них. Очень интересно общаться. Также физическая подготовка. Раздержать себя в форме. Ну и как бы все. А сам процесс танца? Драйв? Тоже все. Адреналин бывает, да, когда особенно что-то получается. Ты только к этому и шел, наконец-то это получается. Очень кайфую, так сказать, от всего этого. Ну для меня это на данный момент очень серьезная и большая часть моей жизни. Помимо моей основной работы, я также стараюсь зарабатывать деньги на брейкдансе, танцуя. То есть это участвуя в баттлах, побеждая в баттлах, занимая призовые места, выступая на каких-то корпоративных вечеринках, концертах. То есть с шоу, ну с готовыми шоу. Вот мы с ребятами подрабатываем, можно сказать, в этой степени. Также это то, что я люблю на данный момент. Ну сильнее любви у меня на данный момент нет в жизни. Поэтому брейкданс это то, где я чувствую себя в своей тарелке. Это тренировка, это место, где для меня нет разочарования, для меня нет грусти. Я прихожу, отдаю все себя ламинату или паркету или линолеума, на котором мы танцуем. И получаю истинное удовольствие. Как бы новая жизнь. Вот когда дети начинают заниматься, им это очень нравится. И они получают от этого большую энергию. Им это нравится. Потом ты со временем, когда уже какое-то время занимаешься, тебе кажется, ну ты уже привык, все. А вот когда ты ловишь вторую волну вот этой энергии, когда ты понимаешь, что ты снова получаешь от брейкданса те искренние эмоции, которые я получал, когда начинаешь, это вообще бесценно для танцора. Спасибо большое, что пришли, но пора закругляться. У нас в гостях были ребята из гомельской брейкданс команды «Дикие пчелы» или «Вайлдбис» Игорь Шахраев, Ян Серебрянский и Евгений Ракович. Еще раз благодарим вас и доброго вечера. И доброго вечера всем гомельчанам. С вами были Маргарита Чубукова. И Сергей Негеревич. До встречи. До свидания.